как остров. Но многие люди знают, что иногда в иные годы на остров можно попасть, не замочив ноги. Вот я показываю рукой с левой стороны. Во все времена, до 19 века, между берегами и островом всегда было водное пространство, мелководное. И вот люди, во времена, когда здесь жила эта вера, которые хотели попасть на остров, а не было плавсредств. Вот они приходили на тот бережок, приносили с собой, кто кирпич, кто камень, кто корягу, и все это бросали в воду. И за полвека навалили целую дамбу. Но вы все же ведь бывали на морях океана, знаете, что море дышит два раза в день. Прилив, отлив. А вот оказывается, на внутренних материковых водоемах, на озерах, тоже есть свои приливы-отливы. Но по времени они намного дольше, чем морские. Вот, к примеру, цикл приливов озера Тургаяк от 12 до 17 лет. То есть 12 лет озеро может подниматься, 17 лет отходить отлив. Позапрошлый год был год самой высокой воды, прилив. И эту дамбу просто скрыло водой. А вот сейчас начался отлив, пройдет 3-4 года, вода отойдет, и эта дамба снова оголится. И на остров снова можно будет попасть не только пешком, а иногда и на мотоцикле проехать. То есть он превращается в полуостров. Вот ответ на ваш вопрос, как это образовалось. Ну и еще одно, а потом будем отдыхать. Вот посмотрите, я рукой показываю направление. Вот тут на мысу прямо виден маленький-маленький островок. Он прямо к берегу примкнул. Вот этот маленький островок местные жители называют остров Ивана. Вот почему остров Ивана, об эту историю нам тоже рассказала вот эта бабка Пелагея. Что же там произошло? В начале 19 века в поселке у нас, вот прямо хорошо виден поселок, жил молодой человек, ну конечно Иван. У него было такое прозвище в поселке, Иван-неудачник. У него постоянно то лодку своруют, то сети порвут, и рыба всегда плохо ловилась. Ивану было 33 года, а у него уже была большая семья, четверо детей. Вот эти все дети бегали его постоянно грязные, необутые, вечно больные по поселку, сопливые. А жена у Ивана вообще удивительная женщина была. Она очень часто любила пригубить горькую, и ее знали все мужики нашего поселка. В общем, такая дама была, штампа негде было ставить на ней. Вот в такой семье и жил Иван. И вот однажды, говорят, Иван сидел на берегу там озера, ну я не знаю утречком, чем он там занимался, чинил, возможно, свои рыболовные снасти. И вдруг чувствует, что сзади кто-то подошел. Он обернулся, смотрит, девушка стоит. Иван про себя отметил красиво чертовка. Что же ей надо-то от меня? А девушка, вдруг, к его удивлению, он ее никогда в жизни не видел, называет его по имени и говорит ему. Вот, Вань, сможешь ли ты меня перевезти куда-нибудь подальше с глаз людских долой? Ну и Иван сразу же сообразил, куда ее надо перевезти. И посадил девушку в лодку, даже в уме прикинул, сколько он с нее денег возьмет за извоз. И повез ее, конечно, сюда, на Пинаевский остров. Раньше, до 19 века, этот остров назывался Пинаев остров. А Николай Пинаев, это был пугачевец, который в 18 веке скрывался здесь, на этом острове, от царских властей. Вот почему Пинаев, Пинаевский остров. И вот, когда они с девушкой приехали на остров, она попросила его сойти на берег вместе с ней. А Иван, сходя на берег, посмотрел на свои руки. Они у него были все в кровяных мозолях и подтеках. Ну, представьте, 6 километров грести, это же довольно сложный процесс. А девушка посадила его на берегу рядом с собой, положила руку ему на плечо и говорит. Вот, Вань, что-то ты в жизни делаешь не так. Запомни, что с сегодняшнего дня в твоей жизни обязательно произойдут перемены. Подошла к озеру, зачерпнула воды из озера, умыла Ивану лицо, именно в том месте, где вы только что умывались, и сказала, езжай с Богом. И вот Иван, он впоследствии, говорит, вспоминал я, как в тумане был. Сел в лодку, даже деньги с нее забыл за перевозку взять, ну и поехал домой. И вот, когда он вечером вернулся в Тургаяк, вот здесь что-то у него началось с ним твориться непонятное. Ну, во-первых, приковывая лодку к берегу, он снова посмотрел на свои руки. Они у него были белые и пушистые, как у ребенка. Все моментально зажило на нем. А когда вечером пришел домой, вот здесь у него удивлению конца края не было. Его жена распутница впервые в этот вечер была дома. Никуда не пошла слоняться по поселку. Да еще трезвая, да еще суп из петуха сварила, сама же его заколола. А на следующий день Иван поехал на рыбалку и поймал столько рыбы, что чуть не перевернулся от тяжести своего улова. И вот с тех пор у Ивана, ну, жизнь вот совершенно по-другому пошла. И рыба стала ловиться, и дяди его в школу пошли, и жена бросила пить, начала хозяйством дома заниматься. А Иван даже впоследствии у нас в поселке, ну, выражаясь современным языком, стал предпринимателем. Он создал целую рыболовецкую артель, и его артель была самая богатая во всей округе. То есть Иван стал состоятельным человеком. Он даже помогал деньгами в строительстве нашей церкви, детским домам, школам. Ну, вот я думаю, вы все догадались, кто это была за девушка, да, кого он перевез на остров. Ну, конечно же, это Вера. А вот представьте, Ивану 33, а ей 18, да еще красавица. Ну, какой же нормальный мужик. Да, конечно. Все в поселке знали в то время, что Иван был влюблен в эту девушку, в эту Веру. И вот, говорят, частенько по вечерам Иван приезжал вон на тот маленький островок. Он знал, что этот остров в прямой видимости с островом Спинаевским. Он знал, что этот остров видит Вера. И вот он привозил с собой дрова, разжигал там огромный костер, как бы давая знать, что его любовь к этой женщине такая же горячая, как пламя этого костра. А люди с тех пор этот маленький островок так и стали называть. Остров Ивана. Вот такая трогательная история любви произошла на нашем острове, на нашем озере. И, дорогие друзья, вот еще один момент, коротко. Вот то, на чем мы с вами идем, не плывем, а идем. Моряки не любят это слово. Плавает там что-то другое, а моряки ходят по морю. Так вот, то, на чем мы с вами идем, многие туристы называют плавучий ресторан. А вот что в ресторане, чем занимаются люди? Вы в курсе, да? Ну, правильно, вино пьют, закусывают, иногда песни поют, а иногда, да, и танцуют. Так вот, дорогие друзья, если сейчас вы не станцуете хоть один танец на этой палубе, считайте, что экскурсия не удалась. Субтитры сделал DimaTorzok